Здравствуйте, уважаемые студенты! Я из тент-кафетры клиника лабораторной диагностики Ибрагима Надя Собировна. Тема нашей сегодняшней видео-лекции – лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция – это заболевание, развивающееся в результате заражения вирусом иммунодефицита человека, которое в настоящее время из смертельных заболеваний перешло в разряд медленно текущих управляемых инфекций. Из истории синдром приобретенного иммунодефицита впервые был описан в 1981 году в США. В 1984-1985 годах была установлена и теологическая роль вируса иммунодефицита человека. Вирус был выделен двумя группами ученых, независимо друг от друга – это Люк Монтанье и Роберт Калло. Вирус иммунодефицита человека – это РНК-вирус диаметром около 100 нанометров. Принадлежит семейству ретро-вирусов, сложенных РНК-геномных вирусов, образующих с помощью обратной транскриптазы ДНК-копию генома, которая интегрирует с геномом хозяина и вызывает интегральную инфекцию. ВИЧ-инфекция – это медленно-длительно-потекающая инфекция. Выбирает несколько основных его типов. Это ВИЧ-1 широко распространен во всем мире, и ВИЧ-2 обнаруживается преимущественно в Западной Африке. Вирусным геноме закодируем фермент обратной транскриптаза или ревертаза, который обладает свойственной как РНК-зависимой, так и ДНК-зависимой ДНК-полимеразы. Обратная транскриптаза транслирует РНК в ДНК, которая внедряется в геном клетки хозяина, что ведет к развитию хронической инфекции. ВИЧ и в особенности антигена его оболочки характеризуются значительной генетической изменчивостью. На этом рисунке, значит, показано строение ВИЧ-инфекции. Здесь, значит, имеются две нити РНК, ферменты – это обратная транскриптаза, интеграза и протеаза. Дальше структурные мелкие – это ядерные и матриксные антигены. Дальше – липидная оболочка. Дальше – рецепторный комплекс, состоящий из транспембранного гликопротеина и рецепторного гликопротеина. И антитела. Источниками инфекции являются инфицированные ВИЧ-инфекцией люди. Пути передачи – это половой, парентеральный и вертикальный. Жизненный цикл ВИЧ-инфекции, значит, имеет шесть этапов. Это проникновение. Второй – обратная транскрипция. Третий этап – интеграция. Четвертый – транскрипция. Пятый этап – это трансляция. И шестой этап – это сборка вирюна и его выход из клетки. Патогенез. Заражение человека ВИЧ происходит при попадании вируса держащего материала непосредственно в кровь или на слизистые оболочки. Возбудители инфицируют прежде всего СД4-лимпоциты, а также моноциты, макрофаги, альфа-радные макрофаги легких, клетки Лангергарса, клетки кожи, фолликулярно-дитритные клетки лимфатических узлов, астроциты мозга, эпителиальные клетки кишки, клетки шейки матки. Основным способом попадания ВИЧ внутрь клетки является его связанным со специфическим рецептором клеточной оболочки СД4 с последующей пенетрацией путем эндоцитоза. После проникновения вирусного генома в цитоплазму информация с вирусной РНК с помощью обратной дескриптазы переписывается на ДНК. Промежуточная форма ДНК транспортируется в ядрово, где интегрируется ДНК клетки, превращаясь в ДНК провирус. Группа вирусных генов становится частью клеточного генома. Лимфоциты, размножаясь, передают провирус дочерним клеткам, которые, подобно молчащему гену, длительно находятся в неактивном состоянии. Это может месяц и даже десятки лет. Стадия провируса не гарантирует полного отсутствия вирионов в организме. Даже в латентном периоде происходит незначительная репродукция вирусов. В основе иммуносупрессии существенную роль играет не только прямое стопатическое действие вируса, но и ряд опосредованных процессов. Начальные сроки и течение инфекции идет выработка противовирусных антител. Часть вирусного пула такие антитела инактивируют, но остановить прогресс инфекционных процессов не способны. Полихлуналная активация В-лимпоцитов приводит к повышению общего содержания иммуноглобулинов, циркуляющих иммунных комплексов. Активизация провируса стимулирует размножение вирусных частиц, выход которых из клетки носит взрывообразный характер. Одна клетка способна за 5 минут синтезировать до 5000 вирусных частиц. В состоянии провируса находится 1000 вирус-пораженных клеток. Синтезированные вирусные частицы внедряются в иммунокомпетентные клетки и наносят летальный удар по иммунной системе, вызывая разбитие СПИДа. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции В настоящее время существует 4 группы методов лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, направленных на выявление вируса в биологических субстратах инфицированных людей с помощью вирусологических методов. Это при ВИЧ-культуре. Также на выявление вирусных антигенов с помощью конкурентной ИФА или реакции иммунофлюористенции, на выявление антителка ВИЧ с помощью ИФА, иммуноблотинга и на выявление генетического материала ВИЧ это при помощи молекулярной герпатизации или полимеразно-цепной реакции. На этой таблице показано исследование и применение для диагностики ВИЧ-инфекции. Значит, с помощью ИФА можно определить антителка ВИЧ-1 и КВИЧ-2, а также антигены КВИЧ. Иммуноблотинг – это значит определение антителка определенным мелкам вируса. При помощи экспресс-диагностики тоже можно определить антителка ВИЧ-1 и КВИЧ-2. И полимеразно-цепная реакция определяет ДНК провируса и РНК ВИЧ-инфекции. Чаще используется метод, направленный на обнаружение антителка ВИЧ. Силологическая диагностика осуществляется в спеллицеризменных лабораториях в два этапа. На первом этапе выявляют антитела против антигенов ВИЧ с помощью твердопазного иммуноферментного анализа. На втором этапе в качестве подтверждающего теста используют метод вестернблотинга-иммуноблотинга, который позволяет определить антитела к отдельным вирусным белкам. Чувствительность наборов иммуноферментного анализа находится в пределах 93-99%. Большинство тест-систем ИФА для определения антел КВИЧ выпускаемых в страны Западной Европы имеют чувствительность около 99%. При постановке ИФА в случае получения положительного результата анализ проводят еще два раза с той же сывороткой от больного. При получении хотя бы еще одного положительного результата диагностика ВИЧ-инфекции продолжается более специфичным методом иммунного блотинга, позволяющим выявить антела к отдельным белкам бретровируса. Только после положительного результата иммуноблотинга возможно заключение об инфицированности лица ВИЧ. Таким образом, подтверждающим тестом положительных реакций ВИФА является иммуноблотинг. На этом рисунке показана экспресс-диагностика ВИЧ-инфекции и вот появление двух полосок означает положительный результат. Иммуноблот. При проведении этого метода используется нитроцеллюлезная полоска с нанесенными на нее вирусными белками. После инкубации сыворотки определение наличия антелл к некоторым белкам ВИЧ проводится с использованием иммуноферментного метода. В соответствии с критерием Американ результат иммуноблотинга считается положительным при наличии двух из трех полосок. Как мы говорили выше. Положительный результат значит определение в сыворотке крови антелл к двум вирусным белкам и отрицательный результат считать, когда отсутствуют антитела. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции Использование двух методик реакции полимозоцепной для обнаружения РНК и высокочувствительного теста для выявления ядерного антигена ВИЧ-инфекции первой. После инфицированной ВИЧ-маркеры и дефицитивной инфекции появляются сыворотки в следующем порядке это вирусная РНК это антиген ядерный и антилак к вирусным белкам. Считается, что использование ПЦР для выявления вирусной РНК является золотым стандартом, позволяющим обнарушить инфекцию в наиболее ранние сроки. Определение ядерного антигена методом ИФА Комические тесты для определения ядерного антигена в основном имеют высокую чувствительность в 3,9 пг на миллилитр, что позволяет значительно сократить фазу серонегативного окна. Основной белок сердцевины ВИЧ может использоваться как дополнительный маркер в диагностике ранней фазы ВИЧ-инфекции, когда антила отсутствует или их концентрация низкая. И определение ядерного антигена наиболее целесообразно в ранней стадии ВИЧ-инфекции и в более поздних стадиях при отсутствии антил по результатам ИФА. Определение острой ВИЧ-инфекции важно для контроля безопасности трамфузии донусской крови и ее препаратов. При острой ВИЧ-инфекции ДНК ВИЧ-1 в клетках крови определяется на 5-6 день заражения и в течение всего инфекционного процесса. РНК ВИЧ-1 высоких титров в сыворотке крови выявляется на 5-6 день инфицирования и до сероконверсии. Продолжительность периода определения около 3-4 недель. При острой инфекции ядерный антиген начинает выявляться в плазме крови с 11-16 дня после заражения и может быть обнаружен в течение примерно 2 недель. Таким образом, ядерный антиген определяется позже РНК ВИЧ и продолжительность его выявления меньше. Через 3-4 недели после инфицирования активируется гуморальный иммунный ответ. В крови появляется антилак антигеном ВИЧ это ядерный антиген это трансмембранный и рецепторный гликопротеин. Наблюдается сероконверсия она может сохраняться до 3 месяцев. Сероконверсия совпадает с окончанием острой инфекции. В дальнейшем происходит снижение эффективности Т-плеточного ответа прогрессивающего до выраженной иммунодепрессии в поздних стадиях СПИДа. Когда ВИЧ-инфекция находится в острой стадии ИФА дает отрицательный результат в определении антител. С целью более раннего подтверждения наличия инфекции дополнительно могут использоваться тесты для определения ядерной антигеной и РНК ВИЧ. Вирусная нагрузка на самых ранних этапах ВИЧ-инфекции очень высока и составляет от 10 в 4 степени копий РНК в 1 мл. Более низкие значения свидетельствуют об окончании острой фазы инфекции. При возможности одновременного исследования антител к ВИЧ и вирусной нагрузке острую ВИЧ-инфекцию установить нетрудно. Обнаружение репликации вируса с использованием ПЦР с чувствительностью около 50 копий РНК в 1 мл. крови и отсутствие антител к ВИЧ, выявленное Элиса-тестом, соответствуют острую ВИЧ-инфекции. Спасибо за внимание. Продолжение следует...